Ну что, давайте поделаем что-нибудь в Valve Hammer Editor. Наконец-то мы добрались именно до уроков по данному, так скажем, софту. Итак, если в прошлой части мы просто немножко пробежались по интерфейсу и вообще решили, зачем нам это нужно, то давайте наконец-таки сделаем свою любимую карту очередной 2000 и поэтому нажмем New. Можно использовать Control New, и я предпочитаю просто тыкать мышкой, такой уж я порой древний человек. Так, что у нас тут? И давайте выберем сначала банально какую-нибудь текстурку, ну пусть это вот такой вот пол будет металлический, фиг с ним. И смотрите, сначала выбираем инструмент блоков. Все, что нам нужно, это создать какое-то пространство, которое в итоге станет чем правильно, нашей картой. Приблизительно в центре создадим блок, он разместился приблизительно в центре. Здесь Create Object, и вот у нас появилась небольшая такая вот платформа. Ну как небольшая, достаточно крупная, если быть честным. Выделяем ее, и давайте посмотрим, что у нас по размерам. 2000, 2000, 2000. 2000 это приблизительно длина всего лонга, от ямы до, соответственно, плента. Поэтому нам такого размера будет более-менее достаточно. Учитывая то, что персонаж, в принципе, занимает 32 клетки, плюс-минус. Вот. Давайте тогда мы это дело отсюда сдвинем прямо в центр. И посмотрим, что у нас там по объемам. Сделаем ее совершенно квадратной. Для этого просто выровняем, например, вот по этой части сетки. Так, здесь у нас тоже подровнять надо будет, да? И здесь по сеточке вот сюда наоборот, если я не ошибаюсь. Итак, у нас 200, ага, 3, угу, чуть-чуть надо увеличить размер. Получается вот так. Теперь это и идеальный квадрат, и нам, в принципе, этого будет более чем достаточно. Начнем с закрытых помещений. Их делать проще, не нужно будет париться со Sky Brush'ами. То есть такими штуками, которые называются кистью неба. Но нам это слишком сложно. Мы же хотим просто сделать карту. И давайте просто зажмем клавишу Shift, Shift, и сдублируем наш любимый пол. Сделаем его потолком. Вот так вот, да, это выглядит. Вот такая вот площадка у нас получается. Что у нас здесь еще нужно? Теперь нам нужно добавить стены. Что может быть проще? Пожалуй, ничего. Мы берем, опять же, наш любимый объект. Зажимаем Shift, переносим его чуть ниже. И делаем ему необходимую ширину. Ну, пусть это будет одна клетка нашей, так скажем, сеточки. Для нас это будет... Сейчас попадаем. Для нас это будет как раз-таки 32 пункта. 32 пункта это приблизительно, знаете, такое, как бы 1 сантиметр. Давайте все-таки сделаем 36, чтобы быть прям точными-точными. Потом выровняем это дело по высоте. Растянем. Так, нужно, чтобы не было щелей. Ага, то есть этот блок у нас чуть-чуть кривоват относительно пространства, я так полагаю. Да, мы на одну клеточку ошиблись. Ничего страшного. Возвращаемся сюда, и теперь мы можем заодно уменьшить как раз вот так. Все, теперь все точно. Попали. Отлично. Теперь что делаем? Берем наш блок и копируем его через зажатую кнопку shift и перенос вот сюда. Выравниваем как положено, и вуаля, вот у нас уже прекрасные, чудесные две стены. Нам же нужно, чтобы стены были со всех сторон. Выделяем наш блок, копируем, нажимаем на него, и еще раз появляются вот такие обозначения. То есть 4 маленьких кружочка. Это позволяет нам сделать поворот. Зажимаем клавишу shift и поворачиваем на 90 градусов. Так, переносим это дело куда мы хотели. Так, 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 так. Вот, все, встало. И теперь нам остается только скопировать и перенести вот сюда. Здесь также мы берем, позиционируем, и вуаля, у нас получилась коробка. Коробка, в которой у нас будет, собственно говоря, карта. Ну, она, конечно, выглядит не очень симпатично. Кстати, из наших самых с вами, давайте пойдемте в опции, tools, options, в текстуре используется только вад шторма и вад халф-лайф. А чем меньше вадов в вашей карте, тем лучше будет компиляция происходить, меньше проблем и так далее, и тому подобное. То есть, если вы не используете какие-то текстуры из каких-то вадов, эти вады из списка лучше удалить. Окей, ладно, посмотрим, что у нас получилось по высоте. Давайте глянем. По высоте у нас получилось 540. Это достаточно много, это достаточно высоко. А человечек, на самом деле, моделька персонажа, она 64 в высоту. Ну, в общем-то, по сути, мы сделали такую большую, высокую карту. Давайте покрасим стены. Возьмем инструмент выделения, инструмент текстуры и через control все четыре стены выделим. Вот так вот, да? Все, выделили все четыре стены, проверили, чтобы мы выделили четыре стены. Мы выделили не все блоки целиком, а только по одной грани. То, что нам нужно было изменить, да? Наружная часть нас не сильно интересует. Идем в browse и выбираем какие-нибудь интересные стены. Ну, какие нам понравятся. Давайте, раз у нас пол такой из металлической плитки, мы сделаем такую прям металлическую коробку, но с каким-нибудь забавным цветом. Например, с цветом... Ну, пусть, да, такой будет латуневый. Переменим. Что мы видим? Мы видим, что размер текстуры как бы немножко маловатый, из-за этого у нас получается не очень красиво. И теперь, смотрите, что сделаем. Теперь мы возьмем и уменьшим эти блоки, потому что высота 500 для нас будет большеватой. Чуть-чуть уменьшим эти блоки. Мы выделили все четыре блока сразу. И здесь, на виде сбоку, на любом из них, мы можем уменьшить, допустим, до 320 с копеечкой. Сюда попадем. 340. 320 ровно, да? Но 320 ровно это нам не подходит. Мы сделаем, оп, на одну меньшую. Вот так вот. 312. Перенесем крышу к нам поближе. Вот. Получим коробочку чуть более низкую. И выглядит это теперь более-менее ровно. Текстуры кое-как встали. Единственное, что можно, например, задрать пол. Да, взять вот пол. И задрать его вот так, чтобы... Как бы он закрывал с собой лишние части текстуры. Это слишком много. Надо понизить, наверное, на... Так. При помощи стрелочки понижаем. Вот так вот. И смотрите, что. Мы как бы сделали, чтобы вот эти швы металлические, да, балки, они как бы шли ровно с полом и с потолком. Теперь у нас есть вот такая вот коробка. Далее. Нам нужно взять инструмент выделения, инструмент текстуры и взять потолок. Потому что потолок должен быть немножко другого цвета, да, нежели пол, чтобы можно было их не только визуально отличить, но и как-то сделать акцент на том, что там у нас все-таки потолок. И давайте возьмем какую-нибудь дурацкую сетку, на потолок повесим. Найдем только что-нибудь подходящее. Да, хрен с ним. Давайте возьмем тогда и сделаем потолок где-то с полотокосеткой. Только что я ее видел. Вот такой вот сеточкой, да. Отлично. Вроде как... Сейчас мы так отлетим и снизу посмотрим. Нормально, сойдет. Окей, ладно, с этим разобрались. Вот у нас есть коробка. Коробка достаточно большая, но не то чтобы гигантская. Ну, мы же учитываем, что на нашем сервере играет целых 30 тысяч человек, поэтому у нас такая достаточно большая будет. Опять берем инструмент блоки, да. Не забываем здесь выбрать именно примитивы. И тут можно выбрать, да, блок, wage, cylinder, spike, arc. Ну, мы используем, разумеется, блоки. Потому что у нас нет смысла ничего другого. Так, создадим просто блок. Вот он создался. Мы его возьмем, разместим вот сюда. Например, да. И сейчас попробуем поиграть с размером. Чтобы нам это нравилось. Вот такой толщины он будет. Поставим его вот сюда, допустим. И можно теперь... Так, отлично. Выпрямили. И давайте донесем его примерно вот до сюда. Вот этот крестик – это центр нашего блока. Вот эта вот зеленая полоса – это центр нашей карты. Поэтому мы берем вот так, ставим крестик. Теперь мы отцентровали. Теперь наши стороны нашего блока, они равны с обоих сторон. То есть мы на одинаковом расстоянии их разместили. Давайте их уменьшим. Сделаем их более правильными. Назовем это так. Отлично. Получили. Теперь давайте отрегулируем высоту. Так, высоту отрегулируем. Оп, отрегулировали высоту расположения. Расположение теперь высоту самого блока. Тут есть два варианта. Можно дотягивать прямо выше, уходить в текстуры. Таким образом они все равно не будут видны. Но мне кажется, что чем меньше вот таких текстуров в текстуре, тем лучше. Окей, взяли. Скопировали это дело через зажатую клавишу Shift. Отнесли это дело сюда. Посмотрели, сколько здесь у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать блоков. Также отсчитали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. То есть, вот здесь, получается, должен быть наш блок. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, и еще один. Вот так вот. И, разумеется, отцентровали его относительно нашего пространства. И вот у нас уже получился, грубо говоря, задел на то, чтобы сделать наши собственные 2000. Все очень просто, все очень здорово, все очень легко. Окей, теперь мы берем этот же блок, центруем его прямо в центр. По всем параметрам, да, вот прямо центр на центр. И что нам нужно сделать? Нам теперь нужно сделать вот такую манипуляцию. И продублировать. Также центруем их друг к другу. И теперь можно спокойно убирать, например, по 5 блоков, по 5 клеточек. Допустим, это не ключевой момент, тут вы сами выберете расстояние, но нам нужно сделать тот самый центр, прям как на 2000. Вот он центр, здесь будет лежать какая-нибудь интересная штука, здесь можно будет закупаться. В принципе, мы уже создали карту. Вот, выглядит вроде как даже как карта, да? Окей, ладно, давайте мы возьмем все эти блоки и перекрасим их, допустим, в какую-то одну текстуру. Это что-то похожее на то, что у нас на стенах. Но давайте, например, для разнообразия применим какую-нибудь интересную текстурку, вот такую разноцветную, это будет прикольно, да? Нажмем Fit и попробуем посмотреть, поиграться. В общем-то, мы увеличили, получается, по оси Y, но оставили по оси X, как должно быть. В итоге у нас растянулась текстурка по высоте, а по ширине она осталась стандартного размера. И выглядит это, в принципе, удобоваримо. То есть, я не могу сказать, что это какой-то восторг, но выглядит неплохо. В принципе, да, мы можем взять и изменить, допустим, оформление стен. Ну, зачем нам и так, в принципе, вкатывает, да? Давайте сделаем теперь что? Перегородки, как были в нашем чудесном 2000. Всеми любимом, обожаемом 2000. Вот так вот поправили, прислонили к стене. Все при помощи зажатой клавиши Shift. И сделали, например, вот такой блок. Вот такой блок сделали. И продублировали его, например, вот сюда. Поставили. Правильно, отлично. И продублировали. Так, он у нас через две клетки, правильно? Правильно, правильно. Поэтому мы берем и через две клетки вот блока размещаем наши штукенции. Так, вот они встали ровно так, как надо. Но мы же хотим свой 2000. Он уже у нас такой более-менее особенный, да? Не такой, как стандартный. Давайте прилетим сюда и посмотрим. Вот они, да? Красота. Вот они стоят. Ой, ой, ничего себе. Но мы-то хотим поинтересней. Мы-то хотим получше. Мы возьмем еще вот так вот сделаем, да? Такие вот перегородки. И уменьшим их, допустим, вот досюда. Или даже давайте сделаем их вообще маленькими, как бы столбами. Квадратными. Вот такие столбы. Мы их перенесем. Угу. Вот так вот сделаем. Выглядеть это будет по-дебильному. Но нам вкатывают. Здесь можно будет тоже делать перестрелочку. Здесь будут прятаться. Темперить меньше пространства. Но теперь вот эти штуки. Раз, два и три. Через Ctrl выделяем. Все три сразу выделились. Мы их сделаем меньше по высоте. Чтобы над ними можно было кидать гранаты. Отлично. И теперь воспользуемся обрезочкой. И обрежем им углы. Инструмент обрезку выбрали. Обрезали всем троим сразу одинаковые углы. Посмотрели. Все ровненько. Нажали Enter. И вот у нас такие теперь скаты. Единственное, что нам не нравится, это текстурирование. Правильно? Текстурирование. Здесь расположение текстур. Здесь нам не нравится. Выбираем инструмент текстуры выбор. Вот так вот. Через Ctrl опять же выделяем наши необходимые элементы. И здесь делаем ротацию в 90 градусов. Таким образом у нас текстура получается более-менее гармонична. Она прямо так вот становится получше. Так нам нравится больше. Конечно, можно еще с ней поиграть, но не вижу особого смысла. И так вкатит. Теперь то же самое проделываем с верхней частью. Тоже делаем 90 градусов. Нажимаем Fit. По X у нас один должен быть. По Y что там получилось? Ну, вот как-то так. С такими полосочками вроде все смотрится более-менее приятно. Теперь берем просто, закрываем текстуры, просто выбираем это дело вместе с нашими уникальными, невероятно классными балками. Кстати, надо будет подправить. Да, все-таки давайте сначала вот эту штуку подправим. Смотрите. Сейчас я покажу. Не нравится мне то, что там решетки есть вентиляционные. Да, мы возьмем и просто немножечко, значит, по X увеличим до, наверное, все-таки 1... А нет, по X на 1, а на Y сделаем 1 и 4, допустим. И уже тогда мы сможем вот так вот взять и, например, по оси Y сместить. И все, этой решетки у нас теперь здесь не видно. Вот так вот, мне кажется, будет посимпатичнее. Ну, разумеется, с текстурами играйте то, как вам нравится. Мы тут делаем, в принципе, самые-таки базовые вещи, текстурирование на вашей совести. Окей, взяли. Выделили все. При помощи инструмента. Перенесли. Да. Нажали еще раз. Появилась возможность крутить. Через Shift выравниваем. И дальше уже подстраиваем это дело. Дело должно быть вот так. Все, мы поставили и полетели посмотреть, что получилось. Получилось все ровно то, что мы хотели, за исключением того, что вот опять немножко слетело текстурирование. Но это не страшно. Мы берем инструмент текстурирования. Выделяем. Потому что мы сместились по оси Y достаточно сильно. И нам теперь нужно просто подправить этот момент. Подправили этот момент. И все встал на свои места. Закрываем. Берем камеру. Летаем. И вот, в принципе, у нас чисто с точки зрения пространства уже похожие на 2000 карты. Но нам этого мало. Мы же хотим прям совсем как 2000. Правильно? Поэтому мы берем опять вот эту большую стенку. Через Shift копируем ее. Вставляем там, где она должна быть. Вплотную к стене. И уже тут просто растягиваем до нужного размера нам. Так. Двух клеток больших, да, в нашем случае это получается 64. Будет более чем достаточно, чтобы там мог поместиться один игрок. Плюс еще останется место, чтобы там как-то вдвоем с горем пополам разойтись. Все. Мы по высоте. Теперь осталось выпрямить ее. Выпрямить. Вот так вот, да, сделать, например, высотой с нашей перегородки. И мы теперь просто дублируем еще раз это дело. Оно встало как надо. Практически, да, все идеально встало. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы создаем вот так вот. Вот у нас получился блок. Мы к этому блоку подлетаем. Берем обратный инструмент выделения. Обрезочку. И вот здесь делаем угол. Вот так вот. И тут смотрите, что у нас получилось, да. Не самый ровный угол. Мы взяли отправную точку и подправили. Если мы сейчас нажмем Enter, то отрежется то, что выделено пунктируемо, а останется то, что выделено не пунктируемо. Как изменить? Нажимаем еще раз на инструмент обрезка, и он меняет, так скажем, обрезаемую область. Нажимаем Enter. Вуаля. У нас все получилось. Возвращаемся к выделениям. Через Shift копируем это дело. Переносим, куда нам надо. Нажимаем еще раз. Через Shift переворачиваем. Смотрим. Ага. Вроде то, что надо. Единственное, что правильно. Мы тупанули и вот эту штуку не дотянули. Ну, сейчас исправим. Вот здесь мы не дотянули. Выберем инструмент. Сначала это вот. Вот так вот сделаем. Потом выберем опять инструменты. Выделение. И подвинем эту штуку. Все, что нам осталось, это просто подкрасить некоторые вещи. Допустим, взять вот так вот. Текстурирование. Выделить эту. Вернуться на камеру. Пролететь сюда. И увидеть, что у нас тут косячок. Сначала выбираем сюда. Возвращаемся. Через Ctrl выбираем вот эту штуку. Здесь ротацию можно поставить 90. Можно не ставить 90, а сделать здесь по нулям. Для начала. Смотреть, что из этого получится. Получится из этого не то, что мы хотим. Правильно? Здесь тоже мы поставим везде по единице. И вот уже все вернулось на округи и своя. Смотрится это более-менее ровно. Смотрится это более-менее оптимально. Приятно. Через Ctrl выделяем все необходимые нам блоки. А их три штуки. Здесь отдаляемся. Через Shift переносим. Нажимаем еще раз. Через Shift переворачиваем на 180 градусов. И размещаем там, где нам нужно. Летим посмотреть, что в итоге получилось. А получилось то, что мы и хотели. Немножко по-другому покрашено. Но это не страшно. Нас это вполне устраивает. И, казалось бы, все, карта готова. Ну да, в принципе, карта готова. На ней нет ни освещения, ничего. И здесь будет темно, как в одном самом месте. Что нам теперь нужно сделать? Нам нужно создать энтити-объекты, которые будут отвечать за освещение. И энтити-объекты, которые будут за стволы отвечать. И энтити-объекты, которые будут отвечать за респауны и прочие-прочие вкусные прелести. Начнем, пожалуй, с объекта. Мы берем создать блок. И создаем вот здесь в центре вот такой блок. Создаем. Ничего страшного, что он так выглядит. Все в порядке. Мы его сейчас исправим. Не обращайте внимания. Так, все, выровняли. Сделать его нужно приблизительно таким, чтобы он был одинаковым. Это же будет наша зона покупки. Правильно? И она должна быть равная для обоих команд. Поэтому мы ее так вот взяли. Выровняли. Замечательно. Здесь нам теперь нужно взять определенную текстуру. Будем ее искать ручками. И вот она вот эта вот. Триггер. Она может выглядеть по-разному. Но по стандарту в Half-Life Waddi она выглядит именно вот таким образом. Применяем. И теперь наш объект выглядит вот так, да, такими вот аашками, лямбадами, если быть точнее. Выбираем объект, и здесь создаем из него entity объект. Tie to entity мы пишем. Вместо функции wall, то есть стена, да, мы ищем здесь... Так. Так, так, ищем здесь то, что нам нужно. Нужно же нам здесь buy-зона. Скорее всего, она где-то в начале, ведь это же B. Buy-зон. Team выбираем all teams, то есть покупать могут все в этой зоне. Отлично, мы создали entity объект, который вот как бы делает нам buy-зону. Она немножко в воздухе, поэтому что нам нужно? Ее нужно опустить до земли. Да, и можно даже поднять еще наверх, чтобы как-то вот так вот-то выглядело. То есть в этой зоне можно спокойно закупаться. Отлично, buy-зону мы сделали. Давайте мы ее спрячем, чтобы ее не было видно. Для этого мы берем инструмент выделения, выделяем зону и нажимаем вот на этот красный пунктир. Объект исчезает и больше нам не мешает. Почему нам это нужно сделать? Потому что мы здесь будем размещать другие entity объекты. И давайте его примерно здесь и разместим. То есть мы возьмем прямо entity инструмент. Вот здесь поставим. Create object нажмем. Нажмем прямо на него. И посмотрим, что там в properties. Это info player start. У нас стоит по стандарту, поэтому нам это не нужно. И мы здесь ищем. Создаем объект и ищем в настроечках armory entity. То есть это armory. Тут у нас item. Мы выбираем необходимый item, что у нас должно появляться. И здесь обычно лежит какое-то haum, но в виде этой самой флешки. Но мы выберем, например, item assault suit. И count, ну пусть будет 10. То есть здесь 10 броников будет лежать. Всегда стабильно 10 броников. Все. В принципе, нам здесь больше ничего не нужно. Вот. Entity сразу принял размер необходимый. И нам осталось только разместить его как бы на карте. Тут самое главное не делать в упор. Для этого мы чуть-чуть уменьшим сетку. И сделаем над одной клеточкой. То есть вот таким образом. Разумеется, разместим это по центру карты. Все. Теперь этот entity объект лежит по центру карты. Это броники. Они здесь будут спауниться. И все у них будет хорошо. Теперь, чтобы не париться и не искать функцию armory, мы возьмем и перенесем это дело сюда. Также через shift. И вернемся обратно. Вот так вот это дело разместим. Зайдем в properties. И теперь вместо count 10 поставим count 1. То есть 1 будет предмет. И это будет у нас m4a1, допустим. То есть эмочки. Сохраняем это дело. И через shift просто-напросто вставляем сколько нам нужно эмочек. Нам нужно много эмочек. Теперь через control выделяем все эти объекты. Чтобы... Ну просто чтобы сэкономить время. Правильно? Так, три клетки у нас диапазон, да? Возьмем вот так. Так, выделить надо только вот эти два. Они нам больше не нужны. Мы их удалим. Теперь выделим всю группу. Это у нас эмки. Выделим всю группу. Через shift перенесем вот так вот. Ну, в принципе, сойдет. Подровняем чуть-чуть как бы. И теперь нажмем properties. И здесь вместо m4a1 мы поставим АК47. Да. Теперь мы берем то же самое. Делаем через shift. Вставляем сюда. И через properties, например, выставим какую-нибудь ерунду вроде аугов. Да. И, в принципе, нам этого будет достаточно. Теперь мы выделим все наши объекты. Оп. 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 Вот так вот. Все объекты мы выделили. Через shift перенесли их вот сюда. Разместили примерно так же, как они размещены у нас там. И повернули, чтобы они были в том же самом порядке. Сначала ауги, потом калаши, потом мэмки. Так. Через одну клетку. Выглядит это вот так вот. Все. У нас теперь лежат пушки. Пушки теперь тоже лежат. Прекрасно, чудесно, замечательно, приятно. У нас есть пушки. Тут. Пушки. Тут. Все счастливы. И к этой тт счастливы у нас все есть. Отлично. Что теперь нужно? Теперь возвращаемся к entity. Нажимаем вот здесь. Создаем объект. И через выделение. Так, сначала отменяем. Выделяем вот эту штуку. Properties. И здесь info player start. Есть два варианта. Player deathmatch и Player start. Это у нас получается. КТ. Это ТТ. Ну, поставим. КТ респ сделаем. 32 тела у нас должно быть. Поэтому по 16 за каждую команду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно? У нас 8 человечков появилось. Теперь разместим их более корректно. Так, чуть-чуть. Все-таки надо же как-то порядок навести. Чтобы они более-менее ровно стояли относительно друг друга. Это, конечно, не так важно. Все это мелочи. Но, тем не менее, надо все-таки содержать карту в порядке. Ну, это мое личное мнение. Вы можете с ним не согласиться и делать то, как нравится вам. Да? Все эти дела. Но мне вот нравится немножко порядка соблюдать. Хотя бы какого-то. Хотя бы где-то в моей жизни есть порядок. Так. А выделили это дело. Потом все через Control объекты выделили. Нам же нужно 16, а не 8 спотов. Правильно? И через Shift вот так вот сюда разместили челиков. Еще раз. Ну, в принципе, нормально. Теперь, опять же, зажав Control, мы выделили все-все-все споты. И через Shift перенесли эти споты вот сюда. Повернули их по кругу, чтобы они были приблизительно в том же порядке. Да? И разместили их плюс-минус так же. И в Properties вместо InfoPlayerStart выбрали InfoPlayerStartDeathMatch. Чтобы подгружались теперь уже и другие команды. Отлично. Все, что мы видим. Так. Все, что мы видим, это... Господи, не там. У нас появились споты. Но они в земле. Это категорически нехорошо. Мы должны взять эту штуку. Теперь выделить этих ребят. Нельзя, чтобы появление персонажей было в земле. Потому что это приведет к застреванию или даже к умершлению появляющихся человечков. И нам нужно приподнять их при помощи инструмента над уровнем карты. Совсем чуть-чуть. Поэтому мы уменьшаем сетку. И выставляем их приблизительно так же, как у нашей пушки. Увеличиваем сетку обратно. И уже можем посмотреть, что у нас получилось. У нас получилось два респауна. Возвращаем все блоки, видимые и невидимые. У нас получается вот такой вот блок. Это наша байзона. Здесь у нас лежит 10 броников. А здесь у нас появляются челики и пушки. Все вроде бы довольны. Что нам нужно теперь добавить еще? Ну, добавить, например, хаешки. Правильно? Для этого что нужно сделать? Для этого нужно вот так вот скопировать, перенести сюда, положить. И в пропитис выбрать хе-гренет. Айтем. Так, где у нас хе-гренет? Хе-гренет. Через шифтик просто скопировать. Положить три здесь. На, выделить. Положить три здесь. Ну, как-то так, да, получается. Чуть-чуть поровнее бы. Отлично. И еще три положить вот здесь. Ну, тут по своему усмотрению. Я лично хочу сделать таким образом это дело. Выделяем теперь все наши хаешки. Правильно. И делаем все то же самое. Зажимая shift, переносим наши хаешки еще и сюда. Теперь у нас хаешки с обоих сторон лежат. Все счастливы. Хаешки есть везде. Чуть-чуть подровняли. В принципе, нас устраивает, да. Мы добавили еще и хаешки. Вот. У нас теперь есть хаешки. У нас лежат пушки. Ну, какая 2000 без авапок, правильно? Поэтому мы возьмем. Выделим инструментом нашим любимым. И давайте мы авапки положим вот сюда. Как они и лежат. Поэтому properties. Айтем. И ищем здесь авп. Скорее всего, оно где-то будет вот тут. Все. Мы выделили авп. И положим одну еще вот там. Выделим сразу, да. Чтобы так уж. И перенесем еще, положим вот здесь по авапке. И давайте для красоты еще вот тут авапку положим наверх, да. Вот мы ее подняли. И осталось ее разместить еще по высоте правильно. То есть где-то вот тут. И, соответственно, то же самое провернуть. Перенести сюда. Положить вот здесь. Все. У нас, получается, есть две авапки наверху. Две авапки снизу на каждой испе. Вот они здесь лежат. Казалось бы, все. У нас практически все, что мы хотели есть. Флешки добавлять не буду. Ненавижу. А флешки и дробовики тоже не будут добавлять. Вот оставлю все как есть. Теперь что нам нужно еще сделать. Где-то здесь, сбоку, мы создаем entity объект. Create object. Берем, выделяем его. И идем в properties. Что нам нужно сделать? Нам нужно взять и найти такой вот. Где он у нас тут лежит? Сейчас найду, секундочку. Info, 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 map, parameters. Info, map, parameters. Weapon buying. Мы должны нажать так, что вот эти ребята. Никто ничего не может покупать. Почему это так делается? Смотрите. По стандарту так уж вышло, что в карте можно покупать на месте, где ты появился. То есть, в принципе, если не запретить покупку, то покупать можно будет прямо на респауне. Если мы запрещаем, то никто не может покупать на респауне. Но у нас есть отдельная байзона, в которой закупаться все-таки будет можно. Но бомб радиус нас не интересует, у нас бомбы нет. По сути, мы сделали все. Теперь нам осталось только добавить немножко света на карту. Есть несколько вариантов, как это сделать. Давайте мы сделаем карту такую приглушенную, довольно темную. Поэтому у нас будет не очень много источников света. Берем Entity. Вот здесь в углу создаем новый объект. Выбираем его. Идем в настройки. И здесь находим Light Spot. Тут можно выставлять разные всякие интересные вкусные штуки, чтобы свет был разного цвета и так далее и тому подобное. Но нам оставим все по стандарту. Что мы будем еще там настраивать свет для какой-то карты 2000. Мы его просто продублируем, скопируем и поставим еще свет вот здесь, в центре карты. И еще свет... Так, чуть поближе подблизим, чтобы не попасть. И поставим свет еще вот здесь. А, мы рано отпустили Shift вот тут и тогда не скопировалось. Но вернем. И вот у нас есть свет. Правильно? Так. Выбираем наши все световые, так скажем, элементы. И надо их правильно разместить по высоте. Сейчас они у нас слишком низко. Мы их перенесем под потолок. Не в сам потолок, а вот под потолком. Разместим как-то вот так. Все отлично, мы все разместили. И, казалось бы, на этом можно заканчивать. Собственно говоря, на этом можно и заканчивать. Нам нужно сделать первую тестовую компиляцию и проверить, будет ли оно работать у нас в Counter-Strike. Для этого мы должны сохранить карту. Допустим, сохраним ее save as my... Напишем вот так вот. My 2000. РМФ создадим. Сохраним. Теперь мы должны экспортировать в Map. Для того, чтобы потом сделать компиляцию. Идем в ZHLT папку. Это наш компилятор. Ссылочки будут на скачку компилятора. Сохраняем my2000map. Сохраняем. Идем в папку нашего компилятора. Half-Life. ZHLT. И у нас здесь есть это самое mymap. My2000map. У меня тут есть такой вот файлик. Full. But. Это файл, который как раз таки отвечает за компиляцию. Давайте мы вставим копию. И переименуем его. А не full. But. Full 2. Full 1. TXT. Для того, чтобы мы смогли его отредактировать. Открываем этот файл. Здесь все. Вот это остается, как у нас есть. Все, что нам нужно. Это, кстати, папочка Counter-Strike. Давайте сейчас посмотрим. Во-первых, сначала Echo Off. Это, чтобы не выводились сообщения. Дальше идет путь к нашей папке с игрой. Поэтому ZHLT выгоднее всего класть именно в папку с игрой, чтобы потом проще было путь найти. И далее мы должны нашу карту прописать здесь. То есть у нас это my2000map. Map дальше у нас идет прогнать через HLCSG, HLBSP, HLVIS и HLRAD. Это компиляторы. Это параметры. Это самый оптимальный, самый лучший параметр, чтобы получить максимально качественную карту при компиляции. Закрываем, сохраняем и переиновываем файл из .txt в .bat, чтобы он стал исполняемым. full 1 бат. Все. Теперь мы можем спокойно запустить эту штуку. Появляется консоль, все прошло моментально, вышли какие-то ошибки. Мы можем почитать, что у нас за проблемы и открыть лог. Ищем, 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 ищем. Здесь у нас ошибок не было. Ошибка есть здесь. A leak is a hole in the map where it is bla-bla-bla-bla-bla. A leak — это проблема утечки текстур. Но так как нас это не касается... Дело в том, что данная ошибка может возникать много где. Ну, вот эти лики, да, это из-за того, что где-то нет текстур. То есть в видимой зоне карты нет текстур. Это, конечно, делается при помощи скайбраша и прочего-прочего. Но так как у нас герметичная коробка, нам, в принципе, насрать, что за ее пределами вот здесь нет текстур. Потому что персонаж сюда никаким образом зайти не сможет без чтов. Соответственно, все, что нам нужно, это то, что внутри творится. И внутри утечек у нас нет. Мы же все сшили грамотно. Все сделали прекрасно. Это единственная проблема, которая была у нас при компиляции. Все остальное отработало штатно. Никаких проблем не было. И, в принципе, можно пробовать запускать данный BSP-файл. Находим среди всей кучи всяких разных штук наш My2000BSP. Делаем копии. Идем в папку C-Strike. Maps. Вставляем это безобразие сюда. И вот у нас My2000BSP. Все, что осталось, зайти в Counter-Strike и посмотреть, получилось ли. Ну вот, мы зашли в игру. И теперь новая игра. И здесь уже появляется в списке наш My2000. Начинаем и смотрим, что получилось. А получилось вот она. Достаточно светлая. Начинаем за террористов. Вот лежат наши калашики, эмочки. Все прекрасно. Здесь лежит авапочка. Тут у нас стоят гранатки. Покупать мы ничего не можем. У нас нет Байзона здесь. Соответственно, мы ничего не можем купить. О, логотипчик. Бежим в центр карты. К нашим броникам. Появляется иконка того, что мы можем закупаться. Ну, давайте купим Диггл. Возьмем супер броник с каской. И вот мы уже здесь. Бэнк. Можем бегать, стрелять. Карта получилась гораздо больше, чем стандартная. 2000, да. Но зато мы можем сделать, например, стены уже. Добавить каких-то новых элементов и так далее и тому подобное. Но здесь уже скорее так, да. На что вашей фантазии хватит, а вы сами уже сделаете. Все необходимые материалы по карте, включая RMF, MAP и BSP файлы, плюс ZHLT. Ну, в общем, все, что необходимо для работы, будет лежать по ссылочке. Там же будут лежать всякие интересные штуки вроде Redmi файла. И, конечно же, не забывайте, что данный проект создан при поддержке ecstasy-serve.ru. Заходите на наш сайт. Ссылочка будет и в описании. Там же будет ссылочка, кстати, на IP нашего сервера. Заходите. Почему? Да потому что у нас классный сервер, у нас отличная атмосфера, крутые ребята. И что немаловажно, там появляются периодически уникальные карты, созданные специально для нашего сервера. И очень скоро они появятся в режиме игровом. Так что там всегда можно будет найти то, чего просто не может быть на других серверах. В то же время, не забывайте делать и практиковаться, создавать свои интересные, уникальные карты. Регистрируйтесь на сайте, на форуме, присылайте свои работы. И, возможно, именно ваша карта станет игровой. И в нее будет играть наш увлекательный сервер. Единственное условие. Не забывайте пихнуть упоминание, что карта создана специально для ecstasy-serve. Ну, а на этом все. Будем прощаться. Пока-пока. Скоро увидимся.